Мы просим, прибудь с нами, Владыка неба и земли, сотворившийся видимое и невидимое. Сохрани нас от заблуждения, но помоги нам избрать свет вместо тьмы, добро вместо зла, вечность с тобою вместо вечности сатаной в аду. Ты дал человеку закон, заповеди, уставы, чтобы он соблюдай и жив был. И человек не может этого сделать без Духа твоего святого, которого ты даришь боящимся его. Господи, прибудь с нами в эти часы, благослови, удали всякую мысль суетную, чтобы слово Твое обильно вселяло сердца наши, мы все дети Твои. Дух Святой, веди нас в землю правды. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь поближе, просьба, чтобы удобно было. Я, наверное, прямо сяду на самих повези. Нет. Не будем тратить время. По делу, у кого нет бумаги, попросите карандаш. Вам потребуется многое из того, что вы сейчас услышите. Дело в том, что местная, неправильно можете я выражусь, завод школы, барабач Елена Анатольевна, попросила провести беседу по теме игры. Как мне кажется, мало кто здесь не любит играть. Хотя такие люди есть, которые не участвуют в играх. Если желаете, я вам покажу даже этих людей здесь. Они, скажу правду вам, резко отличаются от тех, кто играет. Я просмотрел все, что сказано в Библии полной, с каноническими и неканоническими книгами об играх. Какие игры, что говорят об этом каноны, что говорят жития святых, что говорят труды святых отцов, это патристика. Все, конечно, я не знаю, но сошлюсь на главном проповеде Криана Златоуста. Называю том и страницу. Вам это желательно записать. Потом пройдет годы, и вы будете иметь возможность это слушать. Найти книгу, прочитать, открыть, и ты уже с другим видением будешь видеть. Тебе возраст подскажет, что святые отцы худому не научат. Что Библия учит правде, притом правде абсолютной, безоговорочной. Ты только ее прими, эту правду. От кого эти игры? Кому они выгодны? Какую пользу приносят людям, играющим им? Почему одни любят, другие не любят играть? Кто эти игры составляет? Чего добиваются те люди, кто составляет игры, а те, кто будет увлечен ими? Я вам буду говорить из самой древности. Это примерно 4 тысячи лет назад. И кончу с сегодняшним числом, 2 августа. У меня самые свежие данные за сегодняшний день. Которые я услышал по радио. Как раз об играх. И кто их составляет? С названием, даже имен. Запишите. Книга Бытие, 26.8. И увидел он, что Исаак играет с Тревеккой. Муж играет с женой. Как он ее играет? Ну сегодня как играть? Если она идет, говорит, что ладони по заднице хлопнут. Вся игра закончилась. И особенно соблазн, когда она там что-то делает, да нагнута. То есть человек как-то крутится в этой сфере. Игра вся заключается именно в этом. Толкнуть, ущипнуть, в школе, мальчик, за косу дернуть. Игры-то настоящей нет. Хотя один, или может быть даже самый великий драматург, по Ильям Шекспир, говорил, вся жизнь это игра. Вот эта жизнь на земном шаре, это игра. Игра большая. Она совершается на сцене, где роли выполняют мужчины и женщины, независимо от профессии. Независимо от возраста, от пола, каждый выполняет определенную роль. Войти в доверие. Даже свой образ человек до конца не знает. И когда у него открывается настоящий его образ, он отшатывается. Вы помните, если книга такая есть «Печаль сатаны»? Ее приписывают Брэму Брокеру, Стокеру. А на самом деле эта книга, ее «Скорбь» называется сейчас «Сатаны», она принадлежит Марии Карелле. Перевод Марии Кропоткиной. Я недавно узнал, что она была экранизирована в 1926 году, когда еще звука не было. А я режиссерам разным предлагал экранизировать эту книгу. Если кто не читал, советую прочитать. Молодая красавица, богатый человек, как они сходятся и чем заканчиваются. Он бедный, но хочет выйти из нужды, платить за квартиру нечем. Его сгоняют. Он неверующий. И в это время находится родной дядя где-то там и оставляет ему завещание. И является с другом, который называется Луси, а князь Луси, а это сатана. Тебе нравится парень кучеряв, он подойдет на машине. Он подъедет на машине. Ты только пожелай и больше ничего не надо. Пожелай. Без воли Божией. И все развивается там такими сценами, которые он ставит на свадьбы. Какие феопы прыгать никто не знает. Только вещь сейчас открывается, что все это делали демоны, как Лев Толстой называет черти. Самое натуральное, преисподнее. И там преисподняя сила временами является в своем виде. Но человек настолько обольщен, что он даже не догадывается. Как сегодня игра. Как у дурака. Ну что это? Ну сейчас я бы выиграл, а сейчас ты два дурака. Ну не можешь, что все время один выигрывает. То есть хоть один раз-то тот-то выиграет. Теперь другая игра. Мафиози. А ты знаешь, что у мафиози? Если ты в руки их попал, это круг заколдованный, из которого нет выхода. Потому что у них, как у мусульман, если ты изменил веру, каждый имеет право убить тебя. И специальные люди, как стражи исламской революции, которые наблюдают нарушителей, и тут же их убивают. Так что игра в игре разница. Но впервые это слово встречается как будто не в плохом намерении. Исаак играл с реветкой. И, видимо, эта игра была несоблазнительной. И она показывала, что это именно муж и жена. Когда увидели, то он сразу понял, что это только муж с женой может так играть. Значит, мы узнали один род игры, который совершается между молодыми людьми в семейной жизни. О, в несемейной жизни. Там другие места есть. Второе место. Изыки Иль 22.6. Виноват. Напишите исход. Я ошибся, плохо видно. Исход. 32.6. И сел народ есть и пить и встал играть. Апостол Павел эту фразу приводит в Новом Завете. Это так было Богу неугодно, что Бог убил их всех. Встал есть и пить и не встал славить Бога. Но слово играть имеет здесь более глубокий смысл. Играть речь идет о глубинном падении от Бога, о разврате. И Бог сразу же приговорил их к смерти и приговор привел к исполнению. Отсюда делаем вывод. Когда Бог нас кормит, нужно заканчивать благодарственные молитвы, как делал Христос. И воздал молитву Богу, подняв глаза к небу, когда пищу преломил. Вот так всегда было. Народ сегодня так же требует зрелищ. И выходят играть. Одни играют на сцене, другие в жизни. Сегодня вся жизнь поделена на верующих и неверующих. Но среди верующих много играющих. И они не знают, чем это кончится. Мы сегодня начинаем с древности и кончим прямо сегодняшним днем. Книга Иова, 40-я, глава, 15-й стих. Там все звери лесные играют. Человек многому научается от животных и от птиц. Все звери лесные играют. Вы видели, как играют? Котята бегают. У зверей игры, как правило, подвижные. Ну, бывают и такие, даже ухаживающие, цветочки там дарят, бывают камушки разные. Ну, таких южных птиц, когда фотографируют, и как он пляшет перед ней, голову запрокидывает. И как из воды бежит, и быстро по воде бежит. Не плывет, а бежит там. Ну, какая-то, видит сапли. Вроде пиганки. Книга Захария, 8-я глава, 5-й стих. И отроки играли на улицах. Какие были улицы, мы не знаем. Отроком назывался человек до 30 лет. Это не наши мальчишки. Это все отроки. И как они играли. Вот Иоав, маршал, встречается с другим и говорит, ну, пусть наши отроки выйдут и поиграют. Вы никогда не догадаетесь, что это означает. То есть самые лучшие воины выходят друг на друга с мечами, и все до одного друг друга истребляют. Это они поиграли. И пусть они поиграют. У каждого мать. У жены могло и не быть. Но мать-то есть. И сколько там слез было пролито после этой игры. А начальнику, как гладиаторские бои выпустили, там все равно кто-то будет убитый. Как правило, половина цирка будет убита. Но это пленные рабы. Это игрище. И Рим кончился. Рим исчез. Те, кто любят играть, они играют ни с чем-то, а с жизнью и смертью. Мы рассмотрим те игры, которыми люди увлечены сегодня. Вот в Ветхом Завете, в неканонической книге, 2 Маковейская, 4.14, говорится, что участие было в играх и полестры, и метание диска. Это то, что сегодня на Олимпийских играх диск разворачивают и кидают. Эта игра сохранилась. И тысячелетняя история. И Богу это было очень неугодно. Это говорится как об отступничестве. Занятие большим спортом это не шаг, а прыжок к смерти. Знаете, Алексей Черепанов, мальчишка, что ему прочее, на хоккейном поле умирает. Кто про него слышал? И не слышали? Ну, слышали. Там фанатов было, они с ума сходили. Сердце остановилось. Оказалось, оно давно у него расширено, потому что приходилось носиться. Сердце на это не рассчитано. Бог творил человека не для великого спорта, чтобы он разные допинки принимал и прыгал, как блоха. И бежал так, чтобы было на 100 метровке. Последние метры бежал уже не человек, а труп. Он уже умер. А тело продолжало двигаться. Книга «При мудрости». 19 глава, 9 стих. Говорится, что они играли, как агнцы. Вот нашим пастухам нужно посмотреть, как прыгают овечки. Если где-то есть какой-то обрыв маленький, игняты как на пружинах прыгают. Значит, вот эта игра, они прыгали, как агнцы. В природе мы заметили это. В природе можно многому научиться. Если внимательно будешь смотреть. Даже есть такое выражение, на пасту солнце играет. Как будто к верху к низу. Но играет не, оно не может прыгать. У человека в глазах это. Играют и пчелы. Никуда не летят. И прямо видно, как они на одном месте играют. А когда вылетает матка. Играют, прилетают у нас к коршуну. Как они летают, сцепляются, падают, разлетаются. А осенью видно, как сорока играет с копчиком. То есть, разные с письмами. Сорока играет с грачевым друг за другом. Летают, возвращаются. Весной этого нет. Птицы играют, бегая, двигаясь. Вот эти игры, по силе, не то, что я тебе побить, а просто бежать. Оно не запрещается. Человек должен тело свое беречь. Беречь, то есть, обихаживать его, заботиться. Гимнастику делать. Вот у нас в лагере каждое утро делается гимнастика. Упражнений много. Есть дыхательная гимнастика. Я любил делать, у меня есть 12 упражнений гимнастика. Вдох, выдох, небольшая пробежка. Когда я был в Америке, мне сказали там, здесь, говорит, есть один американец, обратившийся в православие. Он хирург. И он стал исследовать все, чем обладает православие. И оказалось, земные поклоны, когда человек совершает вот так крестное знамение полностью, и коленами до земли, руки сюда и лгом до земли. Все до одного сустава в человеке движутся. Шейные позвонки, плечевой сустав, локтевой, пальцы, все абсолютно движется. И вся гимнастика в этом, протопопа вакуум, дело земных поклонов, сразу до трех тысяч. Ты сто поклонов земных сделай, из тебя под градом будет идти. Какая тебе еще гимнастика? А кто больше занимается гимнастикой? Городские или деревенские? А ты покидай столько навозу, сколько он у оси там. Ты говоришь, вся гимнастика, он испотеет в это время. Гимнастика вся здесь. Но гимнастика с прибылью. Это тоже игра. Считаем дальше. Севрахов, 30 глава, 9 стих. Запрещается родителям играть с детьми. Лилей дитя и играй с ним. И оно опечалит тебя. То есть с ребенком родители доживят себя строго. А ребенок перед родителями должен быть безмолвным. Он должен только выполнять так, как принято мусульман. Мусульмане это не два человека, а два миллиарда нынче насчитывают уже. Как это принято в других нациях? Как было у русских людей? Я, говорит, курить начинал. Воспоминания делает, там пишет один. А меня тядька учила вожжами в амбаре. И я бросил курить. Вожжами и в амбаре. Вот это он запомнил. Лилей дитя и играй с ним. И оно опечалит тебя. Родилась дождь, не показывай ей веселого лица. Потеряй сон. Дождь растет, чтобы она не опозорила тебя. А чем она тебя не опозорила? В подоле принесла. Ей смерть, а ты позором будешь. Я смотрю, взяли человека, молодого, 16 лет. Он там убил журналиста, мусульманин. Он посчитал, что тут насмехался над мусульманством. Он говорит, а если у тебя сестра, вот она есть сестра, да, есть. А если сестра задружила там где-то, так, зарежу. А если мать твоя сейчас осталась, давай, она не выходя замуж, а где-то с мужчиной встречается, зарежу. То есть у них заложено это. Так тогда сколько у них резаных? Да ни одного. Все знают, что на острие ножа смерть. Если он оскорбил отца, он должен умереть. И поэтому этого и нету. Пьяные голову отсекут. Так у вас, наверное, вся улица с пьяных, говорят, а нет, ни одного. Мертвые? Нет. Люди знают, что играть нельзя. У нас даже верующие сегодня напился, завтра, послезавтра пройдет, а пятимья прошла опять туда же. Наш закон, закон любви христианской. И он эту жизнь, Господь дал нам, не играть, а жить. Такую коротенькую жизнь, ее надо прожить по-настоящему. Узнать свою цель, назначение, как выполнить, как обнаружить и умножить таланты. Как найти людей, которые могут помочь тебе в развитии твоих талантов. Это все ты должен узнать за короткую жизнь. Кроме того, создать семью, воспитать детей, заработать пенсии. Это все в эту коротенькую маленькую жизнь вместить. Так что жизнь, говорит, прожить не поле перейти. Сирахов 47.3 Говорится о Давиде. Он и со львами играл. И о Самсоне тоже. Со львами играл. А как он играл? То ли бегал от них, и они за ним бегали, или как? А он, я говорю, когда он сопротивлялся, медведь отцу похищал, я, говорит, догонял его, брал за космы и разрывал его. Это что, трактор какой или что? Льва взять за космы и разорвать. Да тут пальцы все поломаешь. А ты не рассуждай так. Я играл со львами. Но это дано единицам. Если ты сильный, ты можешь выйти на борьбу с такими людьми, которых никто не побеждает. Мне приходилось однажды считать такое, что один профессор английский, Оксфордского университета, самый главный игральный дом, княжество Монако, недавно князь там женился. И он приходил, ну, за вход надо платить там какой-то доллар. И он сидел и писал, он не играл. А люди ставят рулетку. Однажды сын Фордера там проплывал и спросил, а какая там ставка. Ему сказали, сегодня 470 тысяч долларов. У меня нет времени выиграть или проиграть, такие мизерные суммы. У него времени нет. А у этого было время, он сидел и записывал. Прошло два года, он не играл. И вдруг, говорит, он встал, подошел, все поражены были. Поставил немного, выиграл. Ставку удвоил. Снова выиграл. Еще удвоил, еще. И речь пошла на тысячи. Со всех сторон собрали с других игральных рулеток к нему дальше. И, наконец, он вставил ставку такую, что дом этот не может выплатить. А он, оказывается, все собирал, все данные. И, наконец, закономерность нашел. И всю эту закономерность записал. И теперь точно ставил на 100%. В жизни можно выиграть, зная стопроцентность выигрыша. Можно. Но нам и это запрещено. Сказали бы, а ты сейчас нашел бы деньги, что бы стал с ними делать. Они не мои, это первое. Дальше. Лотерея. Хотел бы выиграть? Не хочу. Бог запрещает это. Бог ценит только то, что ты заработал своими руками. Мы нигде не играем. Ни в одной лотереи. Вот я лично никогда не играл. То есть эти игры запрещены. Забудьте про это. Какие-то наклеики там высылать, там магазеты вырезать. Забудьте про это. Это вне христианского общества. Мы играем иногда в мяч. И что интересно, в житиях святых про это говорится. 22 июня. Это по старому стилю все. Житие святого Евсевия. Дети играли в мяч. Ну неизвестно, что там было за мяч. Волейбол был. Бадминтон. Я не знаю, что у них там. Но написано в мяч. И очевидно кидали. И написано, когда бросили, а проезжал юридический епископ, и мяч прокатился под телегой. И дети были настолько оправославлены, они остановились и сказали, играть нельзя. Мяч осквернен. Этот мяч надо было осветить. Еще. 17 апреля. Зосима. Я беру это из жития святых. Чуждался дурных юношей, их обычаев игр. Пример. Чуждался. В игры, где играют люди, это уже люди порчены нравом. Он или дома тащит, кто-то проигрывает. В конце концов, на кон будет поставлена твоя жизнь. Рано или поздно. 26 апреля. Стефан Пермский. Повторяю, это по житиям святых, по старому стилю. Он чуждался общение с вразратными юношами и избегал проводящих время в суете и играх. А то, что Стефан Пермский. Это один из пяти мужей за всю историю русской церкви, который назван апостолом. Он обратил весь Пермский край пермяков. Их язык знал и шел среди них, проповедовал и в конце концов стал епископом. Он чуждался игр. Вот ты играешь. Ну, игры разные бывают. Кончилась игра, подвели итог. В игру я вступаю такой-то. А бывает как? Ну, видите, сейчас фанаты на футбольных полях что делают? Жгут, обидут машины, громят витрины, опрокидывают. Только что вчера передавали в новый закон в милиции по отношению игр на футбольных полях и прочее. Их выводят в милицию за пределы. А там уже другой будет разговор. Считаем протоколы селовских мудрецов. Мы развродим мир модами и спортом. А спорт это игра. Это чисто масонские игры. Но есть за пределами этого. Еще еще